Приветствую друзья на канале Риал Конструктор Стас. В этом видео я отвечу на часто задаваемые вопросы к моему первому видео. Покажу еще раз как вставить пружину и заодно починю заколку, которая в очередной раз пережила свою пружину. Первое видео вышло на канале почти два года назад и основными вопросами были следующие. Где взять новую или другую пружину? Как починить пружину? Как вставить пружину? Детально я рассказываю в первом моем видео. Ответ на первый вопрос следующий. Другую пружину лучше всего купить в магазине в комплекте с заколкой. Заколка может быть самой дешевой, как в моем случае приблизительно 20 центов. Единственное требование к ней она должна быть той же упругости, что и сломавшаяся. Заказывать из Китая будет очень долго. Будет стоить 3-4 доллара и упругость ее будет неизвестна. Вставить пружину было сложно в эту заколку из-за ее размера. Видео про изготовление можно посмотреть на моем канале. Теперь чиним заколку. Сначала вынимаю штифт и избавляюсь от сломавшейся пружины. Починить эту пружину нельзя. Детально я рассказываю в первом моем видео. Далее из донорской заколки вынимаю целую пружину. Я отмечу маркером наружную сторону пружины, чтобы вам было понятно какой стороной ее вставлять. А возможно вы сделаете так же и при своем ремонте. Вынимаю штифт и придерживаю пружину, чтобы она не вылетела в глаз. Сейчас хорошо видно, что вставлять нужно уперев усиками в заколку и сгибая при установке. Установка следующая. Вставляю штифт с одной стороны. Далее ложу пружину правильной стороной и прижимаю пальцем. Надеваю ее на штифт, а затем покачивающимися движениями вставляю штифт, пока он не пройдет через вторую пару ушек. Все очень просто. Как видите, ничего сложного нет. Не забывайте оставлять реакции и комментарии под этим видео. Спасибо за внимание. С вами был Риэл Конструктор Стас. До новых встреч на моем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова